Животные часто попадают в беду, и многие люди не считают нужным им помогать. Но все-таки находятся небезразличные, которые сразу бросаются на помощь, если братья наши меньшие в этом нуждаются. Именно такие случаи мы сегодня и рассмотрим. Погнали! Этот мужчина работает фотографом, но в этот раз ему пришлось побывать героем. Он увидел, как орел увяз в грязи. Мужчина не побоялся испачкаться и вытащил орла. Далее птицу отмыли, накормили и отпустили на волю. Мужчина шел по дороге и вдруг заметил лошадь, которая явно была чем-то озабочена. И видно, что ей была нужна помощь. Когда человек подошел поближе, он увидел, что мама лошадь стоит над своим жеребенком, который провалился между досок на мосту. Нужно было срочно что-то предпринимать. Поначалу попытки были безуспешны, поскольку инструментов с собой у мужчины не было, а вытащить голыми руками хоть и жеребенка, но все же увесистого не так-то и просто. Однако спустя некоторое время у него получилось, и мама вновь смогла быть спокойна, ведь с ее малышом все в порядке. Эти кадры очень печальные. Куала осталась совсем одна во время одного из лесных пожаров. Вся ее семья погибла, и казалось, что помощи уже ждать неоткуда. Но эта женщина спасла ее, и теперь маленькой Куале ничего не угрожает. А этот случай произошел в городе Хельстон, в Великобритании. Неизвестно как, но дельфин оказался на мелководье, причем в пяти километрах от ближайшего моря, где он вообще-то и должен был находиться. Когда его встретил этот парень по имени Леон, дельфин уже был изнеможден и отбросил все надежды оказаться в своей привычной среде обитания. Молодой человек не растерялся и позвонил в службу спасения. Когда они прибыли, они погрузили его на лодку и в скором времени выпустили его туда, где он собственно и должен быть. Этот енот, видимо, играл в баскетбол и каким-то образом сам попал в кольцо. Сначала подростки пытались вытащить его сами, но получилось это сделать только при помощи вызванного специалиста. Теперь он свободен и может дальше наслаждаться жизнью, но все-таки лучше играть ему во что-нибудь другое. Этот носорог изнемогал и был уже на последнем издыхании во время аномальной жары. Хорошо, что нашлись с ним безразличные люди, которые нашли способ, как ему помочь в этот нелегкий момент. Но не только носороги страдают от жары, но и у других животных бывает такая проблема. Этот леопард, видимо, так хотел пить, что застрял головой в бидоне. После того, как он его опустошил, высунуть голову обратно не получилось. Каким-то чудом вслепую ему удалось добраться до населенного пункта. Медлить в такой ситуации было нельзя, ведь леопард мог вот-вот задохнуться. Местные жители вызвали ветеринаров, которые в кололи зверю снотворное, сняли бидон с головы и увезли его подальше от людей в его привычную среду обитания. Этот парень увидел, что олененок в беде. Молодой человек не испугался намокнуть и прыгнул в холодную воду, чтобы спасти его. Когда олененка вытащили на берег, он уже был без сознания, но ему удалось оказать первую помощь и теперь жизнь олененка продолжится дальше. А этот заяц, видимо, так сильно куда-то бежал, что не заметил, как застрял в заборе. И ему ничего не оставалось, кроме того, чтобы изо всех сил звать на помощь. Благо мужчина услышал этот крик и пришел, чтобы спасти бедного зайца. Собаки подбежали к человеку и стали активно привлекать его внимание, как будто просить о помощи. Когда парень пошел за ними, он обнаружил, что, по всей видимости, их друг-пес не может выбраться из бассейна. Совместными усилиями собака в итоге была спасена. Вот это, я понимаю, настоящие друзья. Эти неопытные утята решили поплавать в бассейне, но выбраться из него самостоятельно у них не получалось. Их мама-утка уже начала бить тревогу. Хорошо, что рядом был человек, который ее успокоил и помог утятам выбраться. Полярный медведь каким-то образом оказался на скале. Самому покинуть это место ему не удавалось, к тому же высота там была около 10 метров. К счастью, выручить его прибыли спасатели, которым при помощи вертолета удалось спустить беднягу оттуда. Они проверили состояние медведя и отпустили его на волю. Этот олененок хотел переплыть реку, однако это не так просто сделать, когда морда полностью застряла в ведерке. Люди подплывали на лодке, чтобы помочь, но от страха олень уплывал все дальше от берега. В конце концов, у людей получилось снять ведро с его морды, которое уже начало наполняться водой и животное стало захлебываться. Но все обошлось, и олененку удалось спастись. Этот скунс попал в беду, а именно его любопытная голова застряла в банке. Вряд ли бы ему удалось спастись самостоятельно, но это увидела женщина, которая тут же решила оказать ему помощь. Банка снята, теперь можно дальше идти по своим скунсовым делам. Дикие кабаны – это очень свирепые и опасные животные. Но в данном случае самка не хотела нападать. Заботливая мать просто просила пропитания для себя и своего потомства. Рыбак не пожалел весь свой улов и накормил бедных поросят. Этот парень нашел маленького ежа, который видимо искал чем поживиться, но случилось нечто неприятное. Он застрял головой в пластиковой бутылке. Человек не оставил бедолагу, отнес к себе в гараж и при помощи отвертки и зажигалки избавил его от этой проблемы. Животные постоянно норовят залезть мордой в какую-нибудь тару. Вот и здесь медведь застрял своей головой в стеклянной банке. Рыбаки на лодке не побоялись и подплыли к нему, чтобы избавить бедное животное от этой проблемы. Довольный и благодарный медведь поплыл к берегу. Слоненок застрял в яме с водой, и ему пришлось пробыть там целых три дня, прежде чем его обнаружили небезразличные люди. В итоге, после безуспешных попыток вытащить его руками, они нашли экскаватор, и слоненок вновь обрел свободу. Эти олени, по всей видимости, выясняли отношения, сцепились рогами и провалились в реку. Эти бедолаги так бы и остались в холодной воде, если бы не человек, который решил им помочь в нужную минуту. Маленькие козлики запутались в веревке. Один из них уже начал задыхаться, но когда человек заметил это, он не растерялся и сделал козленку искусственное дыхание. Эта мама-медведица уже несколько дней простояла около мусорного контейнера, поскольку ее любопытные медвежата упали в него, а вылазить у них не получалось. Помочь им медведица была не в состоянии, но на ее счастье мимо проезжали люди, которым было не все равно. И они помогли этой семье опять воссоединиться. Огромная китовая акула подплыла к дайверам. Дело в том, что она зацепилась и окуталась веревкой, которая причиняла ей невыносимую боль. Дайверы поняли эту просьбу о помощи и не проплыли мимо, а помогли акуле освободиться. Эти еноты отлично знали, как залезть в контейнер, чтобы поживиться чем-нибудь. Однако как вылезти обратно, они не сообразили. Если бы не безразличный прохожий, вероятные еноты так бы там и остались. Человек не оставил их беде и помог выбраться наружу. Человек это не самое доброжелательное существо на планете. Однако, как мы могли убедиться, все же есть отдельные исключения, которые это утверждение опровергают. Ну а так, ставь лайк, если считаешь, что бедным животным в подобных ситуациях нужно помогать. И подписывайся, чтобы быть в курсе событий. Пока.